Здравствуйте, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале Федисплей. Это игра Факторио с модами от Боба и Ангела. Не будем задерживать больше фиксиков, пойду сразу. Видите, как они стартанули аж. Какие планы у нас на сегодня? Сейчас я дойду до нашего мола и расскажу. Решили просто, кто быстрее разберётся, берёт. В общем, у нас тут есть несколько проблем, ну как обычно, не без этого. Вот в этом месте нужно сделать, первое, ограничение производства батареек. Тут что-то их слишком дохрена. Вот, поэтому сейчас там ребят поставят. Да, сегодня мне помогают пока что трое фиксиков, может быть позже ещё Влад подсоединится. Влад там усиленно грызёт гранит науки, поэтому немножко его тут сегодня нет. В самом начале записи. По поводу теперь проблем. У нас на фабрике практически кончился сапферит. Вот, и сейчас мы, наверное, будем вот это вот подключать. Ну как мы? Фиксики перенесут сюда очищалку, ну и я уже заведу сапферит в сеть. То есть тут такая комбинированная работа. Они делают там часть каких-то своих задач, я делаю свои задачи и такое общее руководство, общую координацию осуществляю. Потому что по-другому тут, к сожалению, всё у нас застрянет, остановится и будет сложно. Дальше. Вот в этом месте у нас возникают некоторые заторы. Здесь было бы неплохо переформатировать вот этот перекрёсток и вот этот вот. Я думаю, что надо поставить тут Т-образный, вот эту линию полностью нафиг убрать. И тут освободится место под электростанцию ещё одну. Поэтому я вот этим моментом тоже займусь, вот этой небольшой оптимизацией. Потому что здесь основное стояло из-за того, что поезда просто пропускают и не дают нормально проехать. Но переделка вот в такой вот тройной перекрёсток должна помочь вот в этом месте в плане трафика. Ну, что-то такое застояло. Далее. Вот здесь вот кристаллы и модули эту схему будут собирать в течение этого часа, следующего. Не знаю, как получится. Ну, а дальше уже вот эта схема пойдёт. Плюс у нас ещё заготовлена целая пачка схем. Но их пока что не расставляли. Во-первых, эти схемы Влад делал. А его сейчас нет. И без него не очень хотелось бы расставлять. Может быть, у него какие-то пожелания бы были по этим схемам. Это первое. И второе. Чтобы сейчас активно производились патроны, нам нужно много стальных балок. Остальные балки делаются вот тут вот. И их совершенно недостаточно. И я бы хотел эту схему немножко заапгрейдить. Тут надо всё вот это вот на уровень 2. Поднять просто. Единственное, что я не знаю, будет ли тут воздуха хватать. Если я перегоню вот это всё под Т2. Ну, надеюсь, что будет. Хотя, в принципе, можно было бы посчитать. И я думаю, что с этой схемы я сейчас и начну. Для начала давайте зайдём в хеллмод и посмотрим, что он тут делает. Тут у нас две отливных машины и шесть. Точнее, шесть отливных машин и две индукционки. Я по отливным машинам Т2 как раз-таки, наверное, и посчитаю. Так, отливные машины Т2 у меня находятся где-то здесь. Вот, отливная машина 2. Сейчас посмотрим, насколько у нас буст по производству будет. Так, ещё раз возвращаемся к этой схеме. Так что пока ребята там занимаются своими какими-то делами, оптимизацией, я тоже параллельно буду заниматься оптимизацией. Тут Что-то не до конца отливочно-скручивающая машина установлена. Улово плюс катушки. Это тоже не успели, видите, установить. Или я уж не помню, то ли я это устанавливал, то ли кто. Ладно, отливная машина, она делает как раз-таки стальные балки. Давайте пойдём в хеллмод и посчитаем. Так, тебе нужно убрать. Где у нас стальная балка? Вот, стальная балка из расплавления стали. На самом деле есть схемы более эффективного производства стали. Там с подмесом кремния и с подмесом марганца. Но у нас в данный момент, в общем, есть некоторая сложность с этим всем. И я предпочёл делать вот так. Через Т2 машины, ну, через обычную сталь. Тут посчитаем по фабрике. Берём 6 штук. Получаем 9 новых. А если мы возьмём... Так, если мы возьмём тебя, то получаем 6. 6 и 9. Увеличение в полтора раза относительно предыдущей схемы. Так, и здесь надо тогда посмотреть расплавленную сталь. Ну, вот Влад сделал эту схему. Я посмотрел мельком, но её просто ставить не нужно. Некуда. Индукционная печь. Номер 2 будет. Да, здесь всё должно, в принципе, и доменная. Доменная точно. То есть. 4 штуки. И давайте сейчас это сравним по карте. Так. С тем, что у нас тут. 1, 2, 3, 4. 4 доминки и 4 доминки. Меня больше кислород волнует, чтобы его хватало. Здесь, соответственно... А, вот это уже можно эффективнее делать. Но мы тут посовещались. И мы тут посовещались. Я предложил такое решение. Ввести на фабрики некие регионы. И в этих регионах группировать схожие по смыслу производства. То есть, например, ввести регион, в котором производятся слитки. И там просто делать слитки во всех сетеблоках, которые в этом регионе находятся. То есть мы уже укрупняем наше производство. И переходим там от какой-то мелкой фабрики. Действительно огромной. Огромному там какому-то заводу. Где там и металлургия отдельная. И переплавка, и литьё. И вот это всё. Ну, понятное дело, что я вот эти сейчас слитки тут делать не буду. Хотя оно было бы эффективнее. Так. Оно было бы эффективнее. Блин. Извиняюсь, у меня тут звонок. Ну, для вас ничего не произойдёт. Я вернусь попозже. Итак, продолжаем. Блин. Не успел записаться в спортзал. Что просто походите и чуть-чуть кости размять. А то уже совсем уже сидеть тяжело дома. Как начинают названивать и звать меня туда прям. Приходите там, занимайтесь. Я не знаю. Видите как? Не хотят они, чтобы я занимался расчётами схем. Хотят, чтобы я ходил у них там по беговой дорожке. И скидывал свой жир. За пандемию плюс 10 килограмм. Это вообще жесть. Ладно, давайте не будем об этом тут разговаривать. Всё-таки вернёмся к нашим схемам. Итак, выбираем... А, тут уже выбрано. На чём я там остановился? Железный слиток и доминка номер 2. И как раз схема полностью у нас получается на этих доминках 36 нужно. А если Т1, тоже 36, тогда нужно на выходе посмотреть. Мне надо просто пропускной способностью ложиться. Так, 6. А до этого у нас было 4 штуки. 4 отливных машины 1, это 16 потребуется. 16... Тут даже пропускной способности у нас хватать не будет. Нет, подожди, почему 4-то, если 6? 6 отливных, 24 железной руды. Она у нас... А, ну она у нас идёт по двум лентам, так что здесь как раз хватает. Тогда всё хорошо. Меняем на Т2. Получаем 36. Это у нас 15. Но придётся тоже на Т2 ленту всё-таки заменить. Ну всё. И последний вопрос, который меня тут интересовал, это по кислороду. Если его просто раскладывать на азот-кислород, сколько мне потребуется? Химзаводы две штуки. Ну тут их и так две стоит. А если химзавод Т2 поставить? Я просто не знаю, есть ли у меня они или нет. Потому что иначе вот этого чуть-чуть хватать не будет. Т1, потому что 2.06. Давайте тогда вернёмся сюда и посмотрим, где у нас эти химзаводы. Найти бы только их здесь. Комическое печь. Доминка, доминка. Доминка. Химзавод 1. И чё-то я химзавода 2 не наблюдаю. Можно, в принципе, третий воткнуть так-то, чтобы не париться. Очиститель воздуха 2 тут есть. Хорошо. Химзавод, значит, у нас получается две штуки. Ну, можно три поставить. Не суть. И на сжатый воздух, просто вот так вот, очищалок, ну, допустим, Т2 очищалка, три штуки потребуется. То есть три плюс вот этих три. Тогда схема подвергнется небольшой модификации там, потому что, насколько я помню, по две стояло. А, тут вообще четыре стоит. Тогда три Т2, три... И напротив каждый будет... Все понятно. Проблем тогда никаких у нас не будет. Так, а здесь... С этой схемой, если ее делать... Давайте я ее скопирую тогда. Раз ее придется отображать задом наперед. Схемку, значит, берем сюда. Это первое. Не обязательно сохранять. Так. Переводим. Схемка, схемка, схемка. Сделали апгрейд на Т2. В принципе, всего хватает. Сохраняем блюпринт. И теперь нужно посмотреть и убедиться, что у нас блюпринт отображается слева направо. Чертеж, содержащий индукционной печени, может быть повернут. Хорошо, тогда так. Вот так вот у нас все повернулось. Но вот видите, ванильная поворачивалка, к сожалению, не всегда адекватно работает. Ну и поставим его... Наверное, вот так вот. И здесь нужно будет три насоса. И напротив каждого поставить химзавод. В принципе, тут с этим проблем быть не должно никаких. Так, сюда, сюда. Ну, либо я просто рядом еще один, третий химзавод поставлю, и этого будет хватать. Так, а эту штуку можно будет убрать. Все, пока что такой план. В итоге получается 8 доменных печей, 2 индукционки и 6 отливных машин. Так, отливная машина, 2, 5, 6 отливных, дальше... Блин, Альцгеймер прогрессирует. 8 доменок и 2 индукционки. Блин, а индукционки-то есть вторые? Да, есть. 2 индукционки и 8 доменок. Вот, вот так вот. Дальше, там нужно понабрать дофига труб. Да, там каменные как раз идут. Рельсы и часть объектов я сейчас, наверное, скину. Сюда. Мне тут писали, почему ты ставишь красный, не ставишь желтый, желтый приоритет выше. Да блин, какая фиг разница. Тут надо ставить фиолетовый на самом деле, а так пускай стоят, как стоят. Строительный модуль 2 тоже можно скинуть. Нафиг он нужен тут? Вообще хлама капец. Что-то дофига скопилось. Хорошо, возвращаемся к трубам. У нас уже внезапно не хватает поездов. Но это из-за того, что здесь стояло. Я вначале сталь усилю, потом пойду вот эту перекрыстку переделывать. О, нифига, они тут довольно оперативно все это перенесли. И здесь кусок этой очищалки они разберут, чтобы у нас сапфирид добывался. И здесь можно тогда сделать... Давайте я им сразу накину станцию. Так, станция... Констанция, вот станция. ЛТН... ЛТНа здесь нет, да? Вот так ЛТН есть. То есть станция пойдет сюда. Дальше это убираем. Вот до сюда. И... Сам сапфирид будет на эту станцию приезжать. Я сейчас добавлю сюда метку. Погрузка сапфирито. Дальше красный квадрат. Подтвердить. Вот сюда. Ну, они уже заметили. У него, тем более, часть расставилась тут. В общем, сделают сами. Определяться. Погрузка сапфирито. Дальше. Значит, возвращаемся вот к этой станции. Мне нужны будут красные ленты. Красные лоудеры. Ну, часть лоудеров я, может быть, поставлю желтые. Чтобы просто красные не переводить. Какой в этом смысл? Возьму вас. Так. Дальше. Ну, подземных, я надеюсь, будет хватать. И возьмем трубы. Раз. Два. Потому что я хрен его знает, сколько мне труп потребуется. Так что лучше тут с запасом взять. Сделаем вот так. Ну, и давайте съездим, посмотрим, как там в итоге получится. Сетку нужно убрать. Розовый, черный. Так и не запомнил. Рассказали в комментариях анекдот. Как запомнить, как правильно одевать трусы? Коричневым назад, желтым вперед. Вот мне надо так же запоминать. Шутки за 300 это у нас. Ну что, поезд. Что у нас, кстати, по расстановке цеха? Ага. Здесь уже аквариумы расставлены. Значит, кристаллы скоро начнут у нас работать и производиться. Я не знаю, сколько у нас уйдет серии до производства модулей. Первое, что поставлю, это, наверное... Кстати, да, насчет модулей. Мне нужен первый модуль. Это модуль загрязнения. Сюда и вот так. Два вот этих. Дальше модули уменьшения загрязнения. Его, ну и следующий, вот этот пойдет. То есть у нас схема вот эта сразу будет Т2 модули делать. Это, в принципе, такая полезная вещь. Ну а мы давайте расставим. Капсулы. Блин. Капсулы, почему вы так быстро кончаетесь? Господи, как же медленно бегает персонаж. Ну, я ребятам туда пойду помогать, когда они начнут жуков выпиливать. Так, а тут быстрый манипулятор. Здесь надо сделать даунгрейд. Даунгрейд. Правая кнопка мыши просто прокинуть. Сюда. Ой. Быстрый мини-погрузчик. Да, не надо было все прям апгрейдом. Правая кнопка мыши, даунгрейд делается. Я, соответственно, сейчас во всем манипуляторам пройдусь. Ну и надо потом проследить будет, какой манипулятор не поставится. Так, тебя, вас. Такое слегка нудное, конечно, занятие. Так, хорошо, с этим вроде разобрались. Вот эти еще лоудеры нужно поменять. Так, Т2 здесь. Да, ну что, запускаем производство. Точнее, расстановку. Можно было, конечно, фильтра настроить в зеленом. Но с фильтрами вообще неохота возиться. Так, столбы у нас какие-то ставятся. Средняя опора лэб. Блин, ну естественно, я их с собой не взял. Так, шарики фонариками тут не нужны. Нас ктулу любитель расставлять эти шарики фонарики. Так. Ну, точнее, флаки. Блин, почему люди так любят разные ники везде делать? Что потом путаешься? Так, это все расставлено. Да, придется съездить. Черт, я эти очищалки не сделал. Очищалки и химзаводы. В общем, нужна фекальная стойка. Три химзавода и три очищалки. Остальное вроде как у нас все расставилось. Ну, естественно, кабеля. Манипуляторы. Манипуляторы тоже отсутствуют. Тоже нужно поставить. Они тут вполне будут справляться по скорости. Приехал паровоз, привез руду. Надо, кстати, посмотреть, сколько у меня руды там производится. Точнее, в хранилище лежит. Так, я, естественно, запомнил и тут же забыл, где, какая станция. Большая просьба не бомбить на этот счет, потому что реально из башки вылетает. Мне говорили, поставь там три вагона, чтобы они постоянно симметричные были. Я не хочу поезд по длине увеличивать. То будет сиска, как у Влада. Или сарделька, что там у него. Поезд из 500 вагонов, который хрен знает, где едет. Ну, мне неудобно с таким поездом оперировать. Если им удобно, то мне вот не очень. К сожалению. И что-то я не пойму, почему камень, древесина и уголь не выгрузились. Там что, уже места не хватает? А, во. Так. Значит, столбы, манипуляторы, отсос воздуха. Так, три очищалки. Дальше химзаводы. Где я их видел? Где-то тут? Или не тут? Что у нас по схеме? А, это три химзавода номер один. Тогда здесь. Тогда все правильно. Три химзавода номер один. Ну, их я даунгрейдом поставлю. Само там расставится. Дальше столбы и манипуляторы. Столбы забираем. Так, красные. 75 штук заберу, а то их вечно не хватает. И манипуляторы обыкновенные. Они у нас. У нас они. Они у нас. Кто-то видит манипуляторы обыкновенные? Здесь. Вроде ничего не забыл. Так, давайте посмотрим, чтобы лишний раз туда не ехать потом. Это все расставлено. Фекальная стойка. Вездесущая фекальная стойка. Держи. Одну. Надеюсь, ее будет хватать. Так. И едем обратно. Да, я хотел посмотреть на сортировке, что у нас по железной руде, по меди. Вот по этим ребятам. Меди хватает. Меди тут вообще до хрена. Так. А железо? Железной руды все. Кончилось. Так, тут они почти расставили. Что-то запустить не могут. А. Не подключено к электроэнергии. Главное, чтобы они не запустили вот это вот до того, как запустят очищалку. Иначе будут сложности. Но вот эти гнезда, я им дал поручение их убрать. Ну, точнее, они сами сказали, что они уберут их. Так. Расставляем остатки. Значит, здесь делаем даунгрейт. И нужно поставить тогда еще один завод сюда. Эту можно продлить. Копернуть рецепт. Кислород здесь. Ой. Ой-ой-ой. Неправильно. Сюда у нас заходит азот. Кислород у нас идет сюда. Ну, тут лучше. А, ну, с квик-тахерогах у нас работает. Тебя убираем. Подключили кислород. И азот просто в фекальную стойку. Тут никаких проблем с этим не будет. Вот такой небольшой апгрейд у нас произошел. Ну, естественно, это нужно подключить к электроэнергии. Да, здесь все подсоединено. Чего не хватает? Блин, ну, вот как всегда. Лодера не хватает. Очень мне неохота ехать. Я хочу запустить цех и не возвращаться к этому больше. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Так, тебя продлеваем. Здесь можно было бы, в принципе, и на желтый перейти. Какая мне разница? Все понятно. Так, тебя сюда. Вот этот момент тоже такой себе. Давайте вот так сделаем, чтобы быстрее разгрузка шла. Так, апгрейд. Во! Вот это другое дело. Ну, и понятно, что здесь нужно фильтрующими накинуть. Фильтрующие, благо, у меня тут есть один, второй, третий. Здесь меняем на вас. Хотя здесь фильтрующие, наверное, потребуются... Блин, красные. Не знаю, есть он у меня или нет. Ну, и ладно, сюда кокс. Дальше ленты. Сюда. Как-то покакыш. И тут я бы, наверное, более оптимально сделал. Чтоб лишних красных лент не тратить. Как-то так. Сюда. Сюда. Так, хорошо. Производство здесь пошло. Берем кабель. И куда соединяем? Сюда. Отключаем. Заводим шарманку. И тут нужно поставить... Я думаю, что точно такие же настройки. 100, 600, 100. Так, сюда, сюда. Ну да, оно параллельно все работает. Ну, давайте пронаблюдаем то, что у нас все пошло. Здесь нет топлива. Почему? Потому что не за апгрейджен вот этот товарищ. Точнее, не за даунгрейджен. Так. А, ну тут они везде не за даунгрейджен. Везде тогда нужно аккуратненько... Так, и здесь у нас нет топлива. Готовы технология. Все-все заработало. Не хватает кислорода? Серьезно? Вот так. Железная руда кончилась. Ну все, тут сейчас в любом случае придется ждать, пока поезда будут привозить. Я, насколько могу видеть, здесь все уже полностью... Так, заработало. Здесь все полностью работает. По поводу этих лент и по поводу апгрейда на быстрый фильтрующий... Ну, мне его сейчас не собрать. Мне надо ехать на мол. Я же хочу убедиться, что тут все работает. Вот здесь не работает. И не работает литье. Сплавленная сталь. Это вся проблема из-за того, что когда зеркалишь через мод, некоторые выходы неправильно разворачиваются. И вот такая вот фигня получается. Ну все, можно нас поздравить. Заработало. Тут стальные кубики нормально выгружаются. Этот на ближнюю, этот на дальнюю, этот на ближнюю. Этот тоже на ближнюю. Давай-ка тебя вот сюда будем сгружать. Если ты выгружаешь на дальнюю сторону, ты на ближнюю, ты на дальнюю, ты на ближнюю. Ну, вроде как хватает. То, что двумя лоудерами выходит. Так что можно здесь особо, наверное, больше не напрягаться. Ну и лоудеры, конечно, на фильтрующие красные заменить не помешало бы. Но это лет через 200, наверное, будет. Сейчас я убеждусь окончательно, что все работает. Ну да. Тут даже мы не удвоили производство, а в два с половиной раза его увеличили. Примерно. Вот здесь. Ладно, я пойду отсюда. Тут вроде как хватает по... по железной руде. Вроде как. Может, я ошибаюсь, конечно. 48. Ну да. Тут железная руда кончилась, потому что поезд просто не успеет... не успевает подвозить. И тут можно по запросам наверное немножко поменять было бы. Хотя ладно, пускай так стоит. Все, пойду я отсюда. Увеличил сталь. Нужно разобраться с трафиком на железной дороге. Там иначе просто какая-то жесть. Почему камень отсюда не выгружают? Надо сейчас пронаблюдать будет. Так. Вот здесь достаточно желтых фильтрующих было поставить. Они все равно справлялись. И лоудеры у него не в ту сторону. Так. Он настроил станцию? У него постоянно комбинатор не настроен. И станция сама не названа. Ну ладно, надеюсь сообразят как завести сеть. Обычно такие штуки Влад делает. Он знает как их делать. Так. Но Влада сегодня к сожалению на записи нет. Кристаллы запустились. но что-то я не вижу что по производству шло. Рыбка плещется. Какие-то медузы плавают. Ага. Все. Кристаллы поехали. Только-только поехали прямо. И здесь у нас один синий, один красный, один зеленый. Ну я так понимаю, что здесь просто модулей нет пока что в этих цехах и соответственно достаточно медленно тут все производится. Так, а ты искусственная вода для рыбы заходит, а выходит питательная целлюлоза. Ну такая нехитрая схема. Ой, рыба поехала. Забавно. Рыба ездит по конвейерам. А тут что-то никто не плещется. Здесь не плещется, видимо, потому что не дошло еще до сюда. Ну, либо не хватает чего-то. Целлюлоза питательная. А выходит загрязненная искусственная вода. Ладно. С этим вроде более или менее понятно. Надо лишние трубы я думаю, что скинуть наверное вот сюда, чтобы с собой не таскать. И латунная подземная тоже сюда уберу. иногда их используют. Дальше патроны. Вот это мне тоже не... Я не знаю зачем это с собой вожу. Оставлю на всякий случай, потому что я все равно хотел идти помогать фиксанам. так. Где хотя мне вряд ли понадобится такое количество рельс. Вот светофоры могут пригодиться, что их вечно не хватает. ЛТН станции до десятка если добрать. А рельсы... Я вот эти рельсы сейчас положу в вагон себе. Пускай они там лежат. И надо взять капсулы с наноботами, потому что их тоже вечно не хватает. Запас вот так возьму и тоже скину часть сюда. Все, можно ехать разбираться с трафиком. Так. Сначала наверное... Ну давайте сначала выезд пофиксим. Запуск они пока что не делают. Здесь ну хотя больше 2000 нормально. Приоритет у них задан. осталось им вот это все запустить. Но это заработало уже. Только здесь что-то какое-то загрязнение непонятное. Ага. А здесь оно не работает. Почему? Потому что скорее всего не хватает камней. Ну или что нам тут требуется. Камни минералки всегда запрос идет на шлаг там на всех дела. но я буду надеяться то что вот это загрязнение здесь рассосется куда станция у нас в полную силу начнет работать. Потому что сейчас что-то тут работоспособностью никакой не пахнет. А здесь да. Ладно бог с ним. Если я сейчас начну в это вникать я тогда свое дело не сделаю. А мне нужно оптимизировать трафик тут. Но на самом деле тут не обязательно всю вот эту линию разбирать. Можно просто так. Ну все по идее поезда тут ездить не должны. Сейчас посмотрим как трафик поменяется. Сейчас они будут чаще выезжать туда и выезжать вниз. И по идее здесь пересечения столпотворения таких быть не должно. Здесь нужно сделать примерно то же самое. Видите что происходит? Они едут вниз а вниз им сюда ехать как бы это и не надо. Поэтому пускай они там лучше стоят как стояли. А я эти линии сейчас разбираю. Вот это можно разобрать. Это можно разобрать. Ну такая нехитрая оптимизация трафика. Мы просто заставляем поезда ездить скажем так по условному кольцу. Ну а позже можно будет дать поручение фиксикам. Они разберут эту железную дорогу. Поставят тут Т-образные перекрестки. И сюда можно будет еще воткнуть электростанцию одну. Электростанция которая будет работать на топливе. Она спроектирована уже. Но пока что к сожалению нет возможности ее расставить. Что надо срочно переводить электростанцию на топливо. Не хватает вообще никак твердого топлива. Ну а жидкого если посмотреть так жидко топливо у нас было где-то тут. Вот горючее. Его здесь вообще дохренища просто. И это горючее вполне можно успешно утилизировать. Ну вот что происходит. Видите что они делают. Поэтому чтобы такого стоялого не происходило нужно лоб. Так что по идее это должно улучшить наш трафик здесь. Что поездам не нужно будет лишний раз куда-то там поворачивать переповорачивать т.д. и т.п. да тут еще один момент когда поезд едет поверху вот это начинает ждать. Это не очень хорошо здесь нужно по идее светофор поставить так лишь бы меня не задавило. Надо этот участок соптимизировать немножко. Ну вот видите приходится иногда все-таки руками работать. Желтые сейчас спокойно вперед проезжают. этот вот что ты ждешь? Сейчас часть поездов видимо встанет и начнет дуплить. Все здесь въезд более-менее адекватно стало работать. Кстати вообще поезда вот в это место можно по верхнему пути было бы направлять чтобы они вот так не ждали друг друга а ехали по верху. Чтобы это сделать можно просто вот тут железную дорогу убрать и это по идее должно работать. Вот так вот. Все легче стало. И иногда вот в таких вот участках критичных придется вот этим вот заниматься. вот и тут кстати тоже имело бы смысл провести небольшие оптимизации. но по задумке у меня изначально вот эти все депо они должны были вот сюда справа быть вынесены ну и расставлены вертикально. Потому что вот это не самое лучшее решение но здесь сами депо уже более оптимально стали работать насколько я вижу. По крайней мере какого-то жесткого стоялого уже не наблюдается. но если распараллелить въезд на несколько линий то еще проще еще проще и лучше оно будет работать. Здесь можно запретить им выезжать наверх вот туда если запретить выезжать наверх они вынуждены будут ехать всегда вперед а так видите что получается он развернулся опа ну хотя фиг знает ладно давайте это пронаблюдаем как будет работать если что я вверх туда поворот тоже немножко того так следующая задача моя значит я сейчас наверное вот сюда съезжу на погрузку сапферита а чего станцию запустили а месторождение кто включать будет ничего не понимаю ладно давайте сначала туда съездим посмотрим в чем там дело вот тут надо кстати тоже будет дать поручение у нас осталось 334 руды может быть часть буров разобрать может быть что-то еще потому что нужно будет модуль это все равно ставить в итоге так модуль 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 давайте вот вот этот сюда и по поводу электростанции наверное все-таки электростанцию перепрофилируем в следующей серии я сейчас зайду к фиксикам в чат сообщу им чтобы они немножко вот сюда внимание уделили а то у нас реально электроэнергии нифига нет ну и потом когда побольше людей будет можно будет сюда еще электростанцию воткнуть тут прям только комплекс большой получается ну и дальше можно вообще расшириться будет когда депо будет возможность перенести куда-то сюда по краям расставить чтобы поезда более оптимально работали здесь тогда можно будет увеличиться и поставить целую кучу электростанций всяких разных с одной стороны допустим твердотопливные с другой там жидкостные должно это по идее нормально работать так сейчас лишь бы меня не задавило тут так розовый у нас блин надо реально в желтый в коричневый переименовывать ну цвета переделывать фигня какая-то получается так слушайте а здесь так грета плюс а здесь лоудеры и буры а они сами уже сюда поставили я надеюсь они тут расставят их тогда чтобы мне туда не отвлекаться и не ехать а то тут что-то какое-то непотребство вообще и руды не хватает и здесь тоже нужно немножко переделывать эти трубы так олег начал собирать нет давайте все-таки туда к ним съезжу блин надо стикер на монитор наклеить я реально я не знаю в чем проблема я не могу запомнить какая станция розовая какая черная что это за фигня в детстве у меня вот такая фигня была когда стихи учил ну когда вообще не хочется этот долбанный стих учить ты его учишь чуть-чуть выучил и тут же забыл и вообще он не учится просто вот вообще никак я не понимаю как это работает но здесь вот такая же фигня какие-то не знаю вьетнамские флешбеки сейчас происходят а они решили здесь на вот на вот эту трубу заменить и сейчас наверное тогда сместят электрические буры а почему здесь вплотную а тут расстояние что-то я не понял тут что это особое что-то сейчас я им линканую зачем это зачем ты это делаешь подземные же есть тут нету таких столбов застрял во все сообразил ура удаленное соображение это называется так и может быть все-таки доделать цех-то на сталь видите что-то я смотрю и здесь походу хотя фиг знает я не пойму хватает здесь не хватает тут по идее вторые печки здесь стали хватает выход заполнен или тут что-ли не все работают ну тут отливные тоже вторые машины что не так да не все нормально должно быть по рейтам это что-то я тут уже лишний раз кипишевать начинаю так что мне выгрузить давайте уголь выгрузим строительные вот эти все блоки лишние поднакопилось капец и надо наверное взять пополнить точнее по лентам запас желтых лент вообще нет это видимо фиксаны сейчас забирают на то чтобы расставлять там тогда я не буду у них тут подрезать но нужно взять обычных лоудеров которых нет надо количество лоудеров надо увеличить до 150 зачем здесь локомотив лежит это я что ли скидывал его сюда и не увидел потом ну это вполне возможно я такое мог сделать так локомотив а где у нас локомотив вот здесь лежат давайте его сюда переставим так что у нас по кристаллам что у нас по модулем кристаллы готовы так rgb rgb кристаллы и так цех ну вообще можно все заводы в принципе было бы называть как-то вот так вот по-хитрому хотя завод кристаллам немножко другую продукцию делал понимаете о чем они кристаллы так а где так где-то здесь должны добыть блин а где эти дурацкие иконки что-то что-то я не понимаю вне все химии что-ли проще наверное поиском воспользоваться иногда когда найти не можешь вот вот как они называются черт его знает крис блин в драгоценности грубой кристаллический полированный ну давайте вот так поставим нет чтобы контрастнее было поставим красный rgb кристалл вот так и данька начинает собирать модули я надеюсь уже в следующей серии мы начнем активно как-то расставлять модули как минимум на очистку что здесь что-то пока что еще копоть какая-то есть но это видимо вот эта копоть отходит на на какие-то основные критические участки ее навтыкать эту очистку ну модули в смысле зачем блин зачем они расстояние тут делают я не понимаю сделали бы через подземные хочешь сделать что-то хорошо сделай это сам ну допустим ой ладно хрен с ним у нас сейчас так или иначе получится несколько точек где можно будет сапфирит забрать я сейчас наверное зайду к ним в чат скажу чтобы они перестали этим заниматься а шли заниматься выпиливанием гнезд потому что вот это сейчас важнее расставить то я и сам могу как-то так ну а эту серию на сегодня буду заканчивать сегодня мы сделали полезное дело увеличили производство стальных балок которые пойдут на патроны ну и соответственно сейчас ребята смогут нормально идти и выпиливать гнезда но я на сегодня буду заканчивать всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч всем покеда что у